здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в проекте джумла сенсей 58 урок и в этом уроке я хочу вам показать симпатичный parallax слайд вот сейчас я вам показываю как он работает данный материал тянется из статей то есть вы можете наверху на сайте где-то разместить вот такой вот модуль который будет красиво вводить ваши статьи достаточно модное решение часто вижу на всяких сайтах давайте рассмотрим данный модуль переходим в наш рабочий сайт данный модуль вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео и данный модуль устанавливаем как обычно после установки мы видим вот такую картину это логотип разработчика и стоят галочки что мы используем последнюю версию переходим расширение менеджер модулей и вот его название parallax slider заходим внутрь и давайте его настроим опубликуем заголовок скрыть позицию я выберу баннер привязка только на указанных страницах я выберу главное и и давайте его настроим первая опция кликаем по кнопке откуда выводить материал и два варианта joomla и k2 мы будем вводить из joomla k2 это сторонний компонент популярный бесплатный замена контента joomla мы его не используем поэтому мы выбираем joomla максимальное количество ваших статей то есть сколько выводить статей я оставлю 3 модуль это ширина я поставлю 350 там потому что обрезается кнопка подробнее и не видно нужно делать шире следующее показывать ли заголовок title статьи это вот этот вот заголовок это это делать ли ссылкой то есть чтобы человек мог по заголовку кликнуть и перейти внутрь статьи в принципе у нас будет используется кнопочка подробнее поэтому я не хочу чтобы тайтл был ссылкой поэтому оставляем нет интер настройки это у нас настройки вот этого текста который написан статье показать ли его вообще стоит показать лимит лимит текста и вот здесь вот стоит 30 символов чтобы текст обрезался вот видите он здесь у нас автоматически обрезается вы можете этим управлять либо отключить обрезание текста либо оставить и управлять вот здесь вот если надо больше слов чтобы умещался здесь увеличивайте значение или уменьшаете red more показать нет это ссылка кнопка и внизу текст на этой кнопке мы его переименовываем подробнее или как-то по-своему называете это вот эта кнопка я тут написал узнать больше и по клику по этой кнопке как открыть окно в новом окне или в том же сделаем в том же и настройки изображения это вот это выводимое изображение в самом слайде изображение также тянется из статьи показать ли его вообще или скрыть стоит показать первое вводить где слева справа и вот еще один какой-то вариант оставляем справа и размеры высота ширина и высота данного изображения и оставляют также вы уже смотрите по вашему шаблону надо взял больше или меньше переходим в следующую вкладку а категория джумла если выберем селект здесь ниже в списке можно выбрать из определенных категорий выводить какие-то статьи а это все значит вводить из всех категорий статьи дальше идет порядок отображение статей фильтр как отображать и и последнее показывать ли избранные статьи оставим показать следующий параметр мы не трогаем это настройки для компонента к 2 переходим в следующий параметр и здесь мы можем выбрать стиль у нас есть три варианта без меня посмотрите мне больше все нравится по умолчанию автоплей это автоматически перелистывание слайда давайте посмотрим и в миллисекундах скорость перехода то есть интервал от одной кстати к другой перелистывание и show controls это отключитель стрелки у нас есть вот такие переключатели внизу они у нас всегда есть но у нас еще есть вот тут вот такие вот стрелочки по бокам они также переключают слайды в принципе достаточно вот только вот этих вот нижних переключателей поэтому мы можем здесь скрыть данные кнопочки и сохраняемся обновляем сайт и у нас слайд размещается все нормально единственное у нас остается здесь заголовок слишком большой размер и если у вас заголовки длинные то вот на этом шаблоне протестар происходит видите слепание заголовков не очень хорошо на больших шаблонах которые резиновые растянуты там скорее всего будет выглядеть все нормально размер текста к сожалению в настройках его изменить нельзя поэтому я покажу вам как поменять это в стилях принципе наш слайд уже готов он отлично адаптирован под мобильные устройства я проверил и если мы накликнем на ссылку подробнее мы перейдем внутрь статьи если у вас такая же проблема заголовком то сейчас я вам покажу строку в стилях где это можно исправить вы открываете распаковываете модуль путь вот смотрите модуль из мод параллок слайдер ассет вам там дальше не видно потом папочка ксс и максимум . ксс файл открываете через программу notepad плюс плюс и и прокручиваете до строки вот здесь видно шестьсот восемьдесят девять находите вот такой параметр фон сайс сорок пикселей это размер букв если отключу видно что букв уменьшаются и можно например попробовать там в стилях поменять вместо сорока поставить двадцать то есть опять же смотрите под свой шаблон как будет лучше смотреться возможно вам это делать не придется но это вот самое простое что можно сделать чтобы буквки нормально смотрелись в остальном здесь все хорошо на этом данный урок я заканчиваю увидимся в следующем позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь с джумла или вы уже матерый вебмастер вы рано или поздно задумаетесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблона на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мною лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства итак как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш эмейл адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением Федор Васильев Федор Васильев